С вами новости спорта и я Марина Азябина. Здравствуйте. И сначала вести из Кстова, где завершилось первенство при Волжье по классическому пауэрлифтингу. Живчанка Василина Медведева весит до 57 килограммов среди юниорок, заняла второе место. Валентин Черников среди юношей весит до 66 килограммов, выиграл серебряную медаль. Оба спортсмена воспитанники школы и юный динамовец. А в Чехове прошел финал первенства России по греко-римской борьбе среди юношей 16 и 17 лет. Участие там приняли команды из 61 региона, всего 464 человека. Удмуртию представляли трое спортсменов из Воткинской Можги. Все трое выступали в весовой категории до 58 килограммов. В итоге воспитанник Можгинской спортивной школы Илья Чапаев завоевал бронзовую медаль. А в Ижевске тем временем прошли легкоатлетические эстафеты «Дружба». Контрольный этап подготовки к традиционной эстафете мира, которая стартует 9 мая. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях в Октябрьском районе. Октябрьский район – традиционный лидер легкоатлетических соревнований. Школы активно принимают участие и в эстафетах «Дружба». Уже много десятков лет эти старты собирают неравнодушных к легкоатлетике людей. Если говорить о Советском даже Союзе, то в основном выигрывала 22-я школа, 28-я. Затем уже в наше время более современное, когда построили более большие современные школы, такие как 88-я, 83-я, 86-я, они стали лидерами. И долгое время именно вот эти три команды лидировали. В этот раз главные действующие лица все те же. Мы выбрали героями учащихся в 83-й Ижевской гимназии. На первом призовом этапе бежал Егор Владимиров. В отрыв молодой человек не спешил, берег силы на финиш. Только ближе к зоне передачи эстафеты он начал наращивать темп. И передал эстафетную палочку первым, задав победный тон для всей своей команды. Ощущения классные, но как бы выигрываем. Все хорошо, нам очень нравится, это позитивно все. Это не первый год, конечно, как бы мы выигрываем. Но все равно те же самые эмоции, как в начале, радостные, веселые. С каждым этапом отрыв от ближайших преследователей, которые, кстати, тоже обозначили сразу же, это 88-я школа, только возрастал. Не сократилось отставание даже на самых сложных участках трассы. Резкие повороты, крутая горка была. Тяжело было. Как нужно было разложить силы, чтобы справиться? Не раскладывать, не думать, просто бежать. Они бежали и прибежали на финиш в гордом одиночестве, опередив соперников более чем на 200 метров. Вторыми пересекли заветную черту учащиеся 88-й Ижевской школы. Замкнули тройку призеров спортсмены из 86-й гимназии. Среди студентов победу отпраздновали представители ИЖГТУ. В Можге завершился второй региональный турнир по баскетболу среди юношей 2007 года рождения и моложен на призы спортивного клуба «Виктория». По итогам соревнований первое место заняла команда из города Березники. На втором месте расположились хозяева – можгинцы. Замкнули тройку призеров – баскетболисты из Самары. В это время на Чекирилле прошел городской турнир по керлингу. Среди инвалидов, по слуху, участвовало четыре сборные. Победителем соревнований стал второй состав Всероссийского общества глухих. Серебро у первого состава, бронза у команды школы-интернат Ижевска. Тренирует всех спортсменов Валерий Крылров. А в эти выходные в Ижевске пройдет чемпионат Удмуртии по самбо. Самбо спортивному и боевому. К этому турниру спортсмен Республики усиленно готовится. На одной из тренировок ижевских ребят побывала наша съемочная группа. Один из лидеров этой группы – Роман Сурнин. Он член сборной Удмуртии по боевому самбо. Говорит, вид интересный, но технически сложный. Но это Сергей не смущает, он уверен. Ежедневные тренировки, трудолюбие и упорство ему помогут. Подготовиться и к апрельскому республиканскому старту, а также к чемпионату при Волжье, который пройдет к 100 в декабре. Я считаю, что подготовились довольно основательно. Ждем только лучших результатов. Таких упертых трудолюбивых в этой группе много. Занимаются боевым самбо и водкинские сарапы или комбарки, что радует наставников. Они поставили перед собой задачу привлечь занятием боевым самбо как можно больше ребят. Уже после чемпионата Удмуртии будет сформирована сборная, которая планомерно начнет вести подготовку к зональному первенству. Сейчас хочется мне посмотреть, какие прорехи вообще у ребят, слабые места, над чем работать, кого уже можно увидеть, сильных лидеров в каждом весе, чтобы понимать, когда будет отбор на округ, хотя бы кого раскинуть из ребят сильных в разные подгруппы, чтобы они в начале не встретились между собой, уже в финале разделили. Сурнин считает, каждый старт – это опыт, хороший спарринг и возможность совершенствовать свое мастерство. И новые соперники – конкуренция, здоровая, спортивная, всем на пользу. Каких-то соперников видели в прошлых годах, встречались с ними. Кого-то, я думаю, увидим вновь, но и впервые. То есть пока не могу сказать, что конкретно под кого-то готовились. То есть планомерно подготовились к соревнованиям. А пока самбисты на тренировочном татами себя не щадят. Стартует чемпионат Удмуртий-Бежевский 29 апреля. И о подборочных соревнованиях на летние сельские игры. В Волнарском районе прошел волейбольный турнир, в котором участвовали 8 команд. Первое место и среди женских, и среди мужских сборных заняли мажгинские волейболисты. Они выступят на финальном этапе сельской олимпиады в Семсях. Напомним, она стартует 4 июля. А сейчас традиционный анонс выходных дней. В субботу в 12 часов в парке Кирова стартует республиканский турнир по легкоатлетическому кроссу. В это же время в спортзале «Медик» пройдет чемпионат Удмуртий по самбо. А 30-го на центральном стадионе пройдет очередной матч первенства ПФЛ зоны Урал-Приволжья. Зенит-Ижевск встретится с командой из Сызрани. Начало в 3 часа. Ну а через несколько минут гостями нашей студии будут наставник и игрок баскетбольного клуба «Купол Родники». Мы с ними подведем итоги прошедшего сезона. Напомню, что программа создана при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике в Удмуртии. Министерства по физической культуре